После последней нашей встречи было уже два решения суда. Одно решение суда было вынесено 22 июня Харьковским окружным административным судом, где было отказано в удовлетворении исковых требований о снятии с регистрации Светланы. В общем-то, оно длилось, как и предусмотрено законодательством, не больше двух месяцев, и по закону оно было принято. При этом, что-то удивило меня за последние годы, что судья вел себя очень даже корректно в выполнении всех законов, в общем-то, в выяснении всех обстоятельств дела. Поэтому и вынесено было такое решение. После чего данное решение на сегодняшний день пока не обжаловалось со стороны ИСОВ. У нас было в этот вторник судебное свидание во Харьковском районном суде по иску органов прокуратуры в интересах Светланы Терентьева. При этом первым вопросом, который у нас возраиваемый суд интересовало, почему журналисты пришли на суд? Вместе с тем, чтобы уточнить все стороны, кто пришел, кто не пришел, и при этом с таким вот заявлением, вы пришли на нас давить? Ну, в общем-то, реакция была понятна, что нормальный промовчавший, что давить никто на суд не пытался, и никто даже этим не задумывался. После чего устроили экзамен мне и органам прокуратуры на знание статей наизусть, пришлось нам процитировать. После чего, проведя какие-то полу-такие, знаете, как... У меня такое впечатление, что я в гостяку судей сижу на кухне, просто то скляночки у нее падают в кабинете, то телефон звонит, она выбегает во время судебного заседания. В общем-то, после последней нашей пресс-конференции судья решила, что... Я похвалил ее, что она изменила свое мнение, и она решила в этот раз уже в наглую просто-напросто похамить всем, нарушив все законы Украины, и о статусе судей, и просто удовольствий, явно проявить неуважение ни к нашим государственным символам, ни к гербу Украины, ни к мантии, ни к наглому знаку. Вообще-то вот серьезно, как на кухне в гостях у судей было. Максим, ну а к сути? Да, к сути, к сути. Нет, в общем-то, в сути была очень удивительная. После чего 10 минут перерыва, и выносится решение суда, что отказано в удовлетворении иска. И по сути, таким решением суда девочку оставили с малолетним ребенком на руках просто на улице. Понятно, что два решения суда, которые я предоставил в суд, которое должно было стать в основу решения суда и удовлетворить иск, суд просто проигнорировал, она даже не знакомилась с ним. Сама сторона по делу не пришла. На процесс ответчики, тем самым, как я понимаю, признав иск уже. После чего, на мой вопрос уже на выходе, а почему такое решение, почему оно такое несправедливое, почему вы не выполняете статью первую из Гражданского Паршинного Кодекса Украины, где написано, что задайте мне судопроизводство является справедливой и законной решения, и судопроизводство должно быть справедливо. На что мне сказали, органы прокуратуры вам неправильно составили иск. Тем самым, моё впечатление было, что судья просто сказал о том, что прокуратура некомпетентна в своих действиях и не имеет состава латинский. При этом ни единого аргумента, который бы, по сути, мог бы быть положен в основу решения суда, для меня непонятно. В данном случае, решением суда, как я понимаю, нарушается статью 47-ю Конституцию Украины, статью 48-ю Конституцию Украины. Четко прописано, статью 47-ю дают право на жильё, статью 48-ю дают на те права, которые минимальны, которые должны быть у всех. Это жильё, еда и иные. При этом оставить, как минимум, такое решение в силе, которое просто было вступительное и релятивное часть решения, само решение нам и не выдали. Понятно, что как только мы получим это решение суда, будет подана апелляционная залога со всеми аргументами, со ссылками на международное законодательство, на практику, которую плену в их у нас суда своих разъяснений по таким делам, также на практику европейского суда по правам человека, потому что есть такая практика, и мы будем отставить. Но в данном случае также будет подготовлено обращение в Комитет Верховной Рады Кремль с правосудия с требованием провести проверку фактов, изложенных в нашем заявлении, нарушения присяги судимой, я считаю, что... И поставить вопрос перед Верховной Радой о снятии данной суди с должности судей. Также будет направлено в гаранту Конституции Украины, президент Украины с требованием защитить конституционные права гражданина. Так как президент уже реагировал на данную ситуацию и просил уважаемого прокурора Харьковской области отреагировать. Но прокурор области отреагировал очень интересным образом. Направил переправу всю в районную прокуратуру, которая и так занималась. Поэтому президент просил взять на контроль, а не спускать. Также уже после первой нашей пресс-конференции были направлены обращения уполномоченным по правам человека, где был получен ответ, где прописывалось, что мы будем наблюдать за данной ситуацией. Но в нашем случае мы также направим, уведомим уполномоченным по правам человека о том, что ситуация так сложилась, что у ребенка сирота осталась с малолетним ребенком на улице. Потому что сейчас девочке уже идти некуда. До этого она хотя бы могла проживать в общежитии техникум, но сейчас она просто на улице. Оказывается, она ходит по знакомым, по приятелям, ну это может сколько там, ну месяц, может еще, кто-то пустит. А потом же куда-то девочке надо идти. Спасибо большое. Если можно, допомните представители таких наших коллег, которые у нас есть. Магина Галина Антоновна, представитель колледжа в суде. Да, действительно, подтверждаю слова Максима, что происходило именно так, что судья как-то сначала агрессивно восприняла то, что на заседании был корреспондент Комсомольской правды, заявила, что это давление СМИ на судью. И сказала, кажется, я не знала, что у нас Света Терентьева-звездатели. Полевидение и газеты. Вот с этого у нас началось. Представителей не было ответчиков, они вообще за все заседания два раза была, и там из шестерых только одна, это Якушева. Вот остальные были все, и службы по справам детей неполнолитних, и фронтская администрация была, и представители прокуратуры были. Все, казалось бы, шло нормально. Сдали мы постанову имени Украины Харковского окружного административного суда, что действительно регистрация у Света законна. После изучения доказательств мы вышли для, так как судя осталась в совещательной комнате, для вынесения решений, и потом она выносит решение, короткое, что просто видмо вот это. После окончания мы спросили, а на каком же основании, в чем же дело. А вот надо было представителям прокуратуры уточнить исковые требования. И все. Ну, Света говорит, так что, мне теперь ночевать с ребенком в кабинете, говорит, у вас. У меня, говорит, уже просто деньги уже закончились по оплате всяких этих квартир, говорит, я вообще не знаю, что делать. Ну, она молча пожала плечами и ушла. Ну, конечно, у нас только остается теперь подавать апелляцию, и это просто опять затягивает процесс. Получается, что у Якушева якобы нет адвоката, но тем не менее, как-то решается все их в пользу. То судья требовало, чтобы мы принесли постанову с окружного суда о действительности регистрации. Когда мы это выполнили, опять что-то не так. И вот с февраля месяца по настоящее время утянется это решение этого вопроса. Хотя, казалось бы, все документы есть и все заказательства есть, но тем не менее. Что планируете дальше делать? Ну, то, что я уже говорил, вот. Я знаю, что органы прокуратуры также готовят апелляцию на жалобу, потому что их тоже это не удовлетворило. Такие действия судей. Ну, в общем-то, будем бороться дальше. Я надеюсь, что все-таки суд, который будет рассматривать в апелляционном суде, подойдет к данному более объективно всесторонне рассмотрит. Будут уточнены все обстоятельства дела. Потому что, ну, те доводы, которые проводят суд, я попыталась привести, но они, по сути, смешны. Я поняла. Скажите, пожалуйста, а почему не может Светлана дальше проживать в общежитии? Она включила ВУЗ. Она уже закончила. Она закончила ВУЗ, да, и когда родила ребенка, она ушла уже на съемное жилье. Я поняла. Спасибо. Коллеги, вопросы? Вопросы. Да, пожалуйста. Главное. Не могли бы, вы попросили, сколько было судебных заседаний всего? Около шести. Шесть судебных заседаний. Полгода, каждая судебная заседания, по месяцу откладывалась. Судебные заседания. И содержание все-таки иска как звучало? Эск звучало. Увеселение с злого помещения и предоставлением Светлане права пользования и распоряжением имуществу. Это вот исковые требования. Ссылки были на статью 116 о выселении без наданья громадянам инчугу злого примещения. Спасибо. И еще, именно какие заседания кто рассматривал эти шесть? Шесть судебных заседаний рассматривала судья Алферова, Татьяна Михайловна в судебном заседании в Фрунском районе. Где-то на третьем или на четвертом судебном заседании, так как мы уже говорили, что были консультации со стороны судья Алферова, был подан иск в Фарьевский окружной административный суд о снятии с регистрации Светланы. Суд рассматривал в течение двух месяцев, принял решение об отказе в удовлетворении данных исковых требований. Один фрунский районный суд рассматривал, другой окружной административный. Это два были разных иска. То есть правильно ли я понимаю, что фрунзенский районный суд рассматривал дело по сути, а окружной административный только по регистрации? Еще вопросы, коллеги? Да, Анис. Я так понимаю, что имел место факт временного вселения в свободную жилплощадь в свое время. Максим, изучали ли вы историю, кто когда, на основании каких решений позволил вселить посторонних людей в жилье, которое, если я правильно понимаю, де Йора принадлежит к Светлане? Да. История этого взаимодействия и, скажем так, взаимосвязь тех людей, которые получили право пользования этим жильем с теми людьми, которые решения в свое время принимали. Пытались ли вы это исследовать? Конечно, пытались. Первое... Я расскажу, как раз. В 2001 году появился договор под найм, при этом заключенный между бабушкой Светланы и семью Якушевых. После чего в 2010 году был. При этом все эти договоры были составлены не юридически безграмотно. Они были не натурально заверены, никем не заверены. Вот просто собрались на кухне и подписали такие договора. Вот. При этом, что само удивительно... А они зарегистрированы? Нет, нет. Нигде не зарегистрированы. Просто захватили дом и живут. При этом, что само удивительно, последний договор, который якобы был составлен от имени отца Светланы, он не мог быть юридически вообще то основанием. Потому что паспортизация у нас закончилась еще в 2005 году. Поэтому доверенность, которую выписали для оформления якобы каких-то дел, она не могла быть. Она ни юридически, ни безграмотна. До старого паспорта? Да, старого паспорта, но при этом, что само удивило меня, что начальник колонии такую доверенность заверяет. Он не мог не знать. Во-вторых, в колонии любые паспорта обмениваются. И у него должен быть новый, а у него старый паспорт. Это во-первых. Во-вторых, для того, чтобы туда заселиться и какие-то документы предоставить, нужно согласие отдела опекунского отдела. Такого разрешения даже не просили. На мой вопрос в опекунском совете. Вы вам спрашивали такое? Нет. На мой вопрос. Как не назначить? Двое из них даже по другому адресу зарегистрированы. Поэтому люди просто-напросто захватили дом и стали там жить. Само удивительно, меня удивило, что уже в материалах тела до этого не все были квитанции. А теперь уже, окажется, квитанции добавились, которые якобы, они покупали какую-то строительную какие-то материалы. При этом, ранее это было на 6 листах, сейчас уже около 10 листов. Материалы добавляются. Удивительно каким-то образом. Вот. Поэтому такие действия, понятно, что это не единичные в Харькове. Но в данном случае понятное дело было. Уже не надо было никаких чрезвычайных усилий, но для того, чтобы принять законное решение. Это давало право. И международная права. Статья 25-ая четко конвенции о правах человека дает, говорит о том, что право на жилье есть обязательным, кстати, а вторая, говорит, что такие права не могут ущемляться. Да, 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 это уже немножечко в лирику, да. Сейчас секунду, если можно главное, потом он тот же, да. Теперь это практика таких, Даня, история, опыт таких дел. Вы изучали вообще? Сколько может быть в Украине примерно? И как такие дела вообще разрешаются? Были ли успешные завершения? Нет, такие успешные завершения были. У меня у самого по двум делам такие завершения были успешные. Учитывая, когда органы прокуратуры подают иск, то это уже 80%, что это будет удовлетворен иск. Потому что исполнительная власть подает сам иск. При этом, это вот по двум таким похожим делам. Есть дела более остро стоящие, которые делают уже 2 или 3 раза перепроданные квартиры. Вот там уже тяжелее. Оспаривают договора, купли-продажи, дарения. Вот, ну и даже в тех случаях были удовлетворены иски. В данном случае, когда просто-напросто захват был самовольный, и не удовлетворить иск, ну это, не знаю, чем судья будет регламентировать свое решение. Я, когда я его ходил, что буду ознакомливаться по приезду своему, потому что в понедельник только нам обещали его выдать. Потому что то, что нам выдали, это просто результативная часть, где просто указали, что мы отказали. А почему, непонятно. Какие доводы там, я не знаю. Спасибо. Я прошу еще вопрос, Максим. Ну вот, в любом случае, будет решение окончательное. Коллекционно, все. Намерены ли вы, ну, ваша сторона, подавать иск прямой к господам Япушевым о нанесении прямого материального ущерба в течение стольких лет, они занимали квартиру, они платили за нее, за аренду, неоплаченные. Нет, мы платили. Если платили, они должны подтвердить эту оплату. Если не платили, то есть намерены ли вы подавать материальную претензию на незаконное занятие квартиру, неоплаченное. Плюс к этому, я так понимаю, что она тратит деньги на съемное жилье, ну, совсем не утекает. Да, вопрос очень интересный, но это будет уже зависеть. И еще один вопрос. Обращались ли вы в райотдел по поводу выяснить, реально ли в течение того времени, когда по этим якобы договорам там люди проживали, чем они там занимались? Какие цели? Не было ли сигналов о каких-то действиях с этой стороны за это время? И вообще, почему они не были зарегистрированы? Я поясню вам. Хорошо. Первое, ну, по первому вопросу. Это будет решать уже Светлана. Если она пожелает подать такой иск, то такой иск будет подготовлен. Это первое. Во-вторых, органы милиции проводили проверку, но органы милиции сказали, что девочка, идите в суд, а мы состава преступления тут не видим. Вот. Сигналов не было, как говорил участковый. Вот. Их либо не было, либо участковый просто явно не реагировал. Потому что участковые, эти вот участковые, я их знаю лично, поэтому они могли просто проигнорировать. От футболиста сказать, ну, идите там, какие там, вот. Но общавшись с соседями, которые рядом живут, соседи говорят, они тут устраивают такое, что нам страшно становится. Мы их боимся, поэтому на камеру вам ничего не скажут, мы вам можем рассказать, но тут там такое страшное. Они просто их запугали, там многие соседи запуганные. Поэтому я понимаю ситуацию, что люди чувствуют свою безнаказанность, какую-либо в... что суды их не будут покрывать. Меня такое смущает. Почему районный отдел милиции, который обязан был дать им приписание о выселении, в том случае указать, что это незаконное проживание, почему милиция этого не сделала? И почему они просто отписались, для меня это непонятно. Но я так думаю, что уже органы прокуратуры должны были реагировать. Но они тоже не реагируют. Потому что я, когда задал вопрос в личной беседе с представителем прокуратуры, а почему вы не реагировали? Почему вы не отменили постановление про отказ от заблуждения уголовного дела? А у нас такого материала нет. Где материал потерялся, непонятно. Спасибо. Еще вопросы, коллега. Представьте, пожалуйста. Хочу, что известно. Скажите, пожалуйста, касательно шести судебных наседанных, в семье Якушевых была хоть на одном заседании представителя от семьи? На двух. На двух. Да. И какие аргументы в пользу того, что дом принадлежит им, или в том, что они его снимают, и в том, что они сделали на стройку, все понимают? Да, да. Какие аргументы были от их стороны? Были предоставлены договора, о которых я говорил. На реальный... Не назвали незаверенные без согласия опекунского совета. Хоть и так предусматривают четко жилищный кодекс. Во-вторых, они сосылались на то, что девочка, а ты откажись от дома, а государство тебе еще одно отдаст жилье. Как сироте. Да, но учитывая, что у нас 300 человек стоит на очереди, она будет 301. Когда она это получит, жилье, ну, не очень понятно для меня. Я сомневаюсь, что она его получит в ближайшее время. В ГАСКе нету ничего, потому что есть только квитанция о покупке каких-то стройматериалов, только не понятно, куда эти покупали стройматериалы. И они написали, что они сделали это и это зафиксировали. Да, 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 да. А сходить в ГАСК и попросить ГАСК выяснить законность? Вопросы... Я вам объясню, что самоудивительно, можно применить только к тем, кто является собственником. И тут может быть не очень хорошая ситуация, когда это будет удар на Светлану. А она пока не собственная. Нет, а вопрос другой. Нет, по сути, как показал решение суда, как нужно, она единственный собственник, а не никто. Просто вселиться не может. Да. Ну, то есть доводы... Вот. При этом ГАСК, я думаю, что будет так же, реакция ГАСКа. Сейчас самое основное, что есть, это вселить Светлану с ребенком. Все остальное, я думаю, впоследствии органы прокуратуры и ГАСКа дадут оценку.